Мультимедиа Узнать, увидеть, ощутить Поможет этот Сидирон Световые явления Свет – источники света Как хорошо, что фары так ярко освещают дорогу Все видно, как днем Не представляю, как первобытные люди ночью обходились без света До того, как научились добывать огонь Я, если нахожусь в темной комнате, ощущаю себя совершенно беспомощной И это не случайно Информацию об окружающем мире человек получает с помощью различных органов чувств Но важнейшим средством познания природы является зрение Мы видим окружающие нас предметы, потому что орган зрения глаз способен воспринимать свет Интересно, а как это происходит? Почему одни люди видят лучше, а другие хуже? И почему при помощи очков можно исправить недостатки зрения? На эти и многие другие вопросы люди получили ответы, изучая свет и световые явления Существует специальный раздел науки, посвященный изучению света Он называется оптикой Оптика — наука, изучающая свет Однако давайте я выключу фары, и мы поговорим о свете Несмотря на то, что фары погасли, я все прекрасно вижу Еще бы, ведь на небе так ярко светит луна, она и освещает все вокруг Тела, излучающие свет, называются источниками света Только луна и звезды созданы природой, а лампочки в фарах нашей машины сделал человек Вот поэтому лампочка называется искусственным источником света, а луна и звезды — естественными А сейчас будет еще светлее Это тоже источник света, только не обожгитесь Значит, все источники света горячие? Вовсе не обязательно, видишь огоньки? Знаешь, что это такое? Конечно, это светлячки, я их даже ловил Они и правда холодные, хотя и светят Эти светлячки и есть один из примеров холодного источника света Это моя комната Погаси, пожалуйста, горячий естественный источник света Чтобы погасить источник света, к нему надо подвести курсор и нажать клавишу мыши Молодец! Теперь погаси холодный естественный источник света Погаси искусственные холодные источники света Молодец! Остался еще один Как темно стало! Только звезды светят Интересно, а у Кати светло? Я в гостиной комнате Погаси, пожалуйста, горячие естественные источники света Молодец! Остался еще один Молодец! Теперь погаси искусственный холодный источник света Молодец! Погаси искусственные горячие источники света Ой, как темно стало! Больше ни одного источника света не осталось Я теперь даже себя не вижу Световые явления Преломление света Смотрите, а трубка для подачи кислорода в аквариуме переломилась Стены у замка тоже кажутся сдвинутыми Почему? Конечно, вы понимаете, что на самом деле Ни с трубкой, ни с замком ничего не случилось А то, что мы видим, происходит из-за явления преломления света А что такое преломление света? Преломлением света называют изменение направления светового луча При переходе из одного вещества в другое Давайте изменим освещение в аквариуме и посмотрим, что произойдет Видите, луч прожектора после попадания в воду изменил направление Угол между падающим лучом и перпендикуляром в точке падения луча Называется углом падения Угол между преломленным лучом и перпендикуляром в точке падения луча Это угол преломления Какой из углов больше? Падение или преломление? Конечно, угол падения Правильно! При переходе из воздуха в воду луч света отклоняется к перпендикуляру А если луч будет падать прямо вниз? Давайте посмотрим, что будет в этом случае Луч не изменил своего направления Значит, если луч падает перпендикулярно, то преломления не происходит? Правильно! Это наш световой тир Вам необходимо попасть с лучом прожектора в эту красную мишень Для этого надо передвинуть прожектор в нужное место и включить его Чтобы передвинуть прожектор, надо подвести курсор к нужному месту на рельсах и нажать на клавишу мыши Обратите внимание, что луч прожектора попадает в стеклянную пластинку и преломляется Нет, не попал, попробуй переместить прожектор в другое место Попробуй переместить прожектор в другое место Опять не попал, попробуй еще Опять не попал, попробуй еще Опять не попал, попробуй еще Как ты справишься с этим заданием? Опять не попал, попробуй еще Опять не попал, попробуй еще Нет, не попал, попробуй переместить прожектор в другое Молодец! А как ты справишься с этим заданием? Отражение света Катя, чего ты на меня зайчика пускаешь? Вовсе и не думала Это, наверное, солнечный лучик отразился от зеркала и попал на тебя Чем занимаетесь? Да ничем Так, я мячиком играю, Катя зайчика впускает А вы знаете, что в поведении солнечного зайчика и в подскакивании мячика есть что-то общее? А что может быть общего? Как мяч подпрыгивает после удара о землю, так и солнечный луч меняет направление, отражаясь от зеркала Когда я кидаю мяч, то знаю, куда он отскочит А как узнать, как отражается луч от зеркальца? Ты, наверное, думаешь, как на меня тоже посвятить? Здесь все просто Мы сейчас с вами попробуем открыть закон, по которому отражаются лучи Тут как раз удобное место, а поможет мне эта лазерная указка Угол между лучом и перпендикуляром, проведенным из точки падения луча, называют углом падения А углом отражения... Я догадалась. Углом отражения называют угол между отраженным лучом и перпендикуляром, проведенными с точки падения луча. Правильно. А теперь измерим углы. Какой сейчас угол падения, Рома? Если прямой угол 90 градусов, то здесь как раз третья часть угла, то есть 30 градусов. Значит, угол падения 30 градусов. Катя, а какой угол отражения? Тоже 30 градусов. А если угол падения в два раза больше, 60 градусов? И угол отражения тоже будет 60 градусов. А если угол падения будет 0 градусов, то каким будет угол отражения? Тоже 0 градусов. Лучи пойдут туда и обратно просто по перпендикуляру. Вы все правильно заметили. А теперь давайте сделаем выводы из наблюдения. У нас получается, что угол падения равен углу отражения. Молодец. Значит, что мы открыли, Рома? Угол падения равен углу отражения. Правильно. В этом и заключается закон отражения световых лучей. А я понял, что общего в поведении светового луча и меча. Андрей Николаевич, а свет отражается только от зеркала? Свет отражается от любых гладких поверхностей. От стекол, от глади воды, от полированных покрытий. Такое отражение называют зеркальными. А бывает не зеркальное отражение? Катя, дай, пожалуйста, твое зеркальце. А ты, Рома, мячик. Посмотрите, если на пути солнечного света поставить зеркало, то луч отразится от него в одном направлении, образуя зайчик. Если же на пути света поместить Ромин мячик, то зайчик не получится. В этом случае лучи тоже будут отражаться. Но так как мяч не такой гладкий, как зеркало, и имеет шероховатости, то лучи будут отражаться в разных направлениях. Это называется рассеянным отражением. Значит, свет отражается от всего? Да. И именно благодаря этому мы видим окружающий нас мир. Какая интересная книжка. Так хочется почитать. Но здесь как-то темно, и этот прожектор светит совсем не туда. Ребята, вы видите зеркала? Помогите повернуть зеркала так, чтобы луч света попадал на книжку. Чтобы повернуть зеркало, надо подвести курсор к зеркалу и нажать клавишу мыши. Спасибо. У вас прекрасно получилось. Похоже, эту книжку я уже читала. Пойду поищу другую. Какая замечательная книжка. Очень хочется почитать. Но здесь как-то темно, и этот прожектор светит совсем не туда. Вы поможете мне осветить книжку? Спасибо. У вас прекрасно получилось. Эту книжку я тоже читала. Надо поискать другую. Цвет. Похоже, на улице прошел дождь. Посмотрите, какая радуга. Я много раз видела ее и раньше, в небе, после дождя. Но все равно всегда любуюсь ей, какая она красивая. А цвета в радуге всегда одни и те же и располагаются одинаково. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. А я знаю, как можно легко заполнить последовательность цветов в радуге. Начальные буквы в названиях каждого цвета это первые буквы слов в фразе. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Кстати, эти цветные полоски, составляющие радугу, называются спектром. Андрей Николаевич, а откуда в небе берется радуга? И почему она появляется только после дождя? Сколько вопросов! Все это можно довольно легко объяснить, зная законы распространения света. Дело в том, что белый цвет имеет сложное строение. Чтобы убедиться в этом, давайте разложим белый световой луч на составные части при помощи призмы. О, получился маленький кусочек радуги! Это называется спектр. Значит, на самом деле белый цвет не белый, а состоит из всех цветов радуги? Да, совершенно верно. А почему с помощью призмы можно видеть составляющие белого цвета? Это происходит потому, что все разноцветные лучи, из которых состоит белый цвет, преломляются под углами разной величины. Если при помощи линзы собрать эти составляющие в одну точку, мы снова увидим луч белого цвета. Здорово! Сама бы я ни за что до этого не додумалась. Подобные явления можно увидеть при вращении специального круга. Его сектора раскрашены в цвета радуги, то есть в цвета солнечного спектра. Давайте посмотрим, что получится, если очень быстро крутить ручку, к которой прикреплен круг. Все цвета сливаются в один. Белый цвет. Тогда мне понятно, как появляется радуга. После дождя в воздухе висят мельчайшие капельки воды. В них, как в призме, солнечный свет преломляется, образуя радугу. А потом капельки испаряются, и радуга исчезает. Давай сыграем с тобой в игру. Видишь, цветные полоски на столе? Каждая из них соответствует одному из цветов радуги. Ты должен разложить цвета в том порядке, в котором они находятся в радуге. А поможет тебе в этом Рома. Ты можешь потренироваться или сразу начать соревнование. Ты готов к игре? Я могу переложить цветную полоску на свободное место. Покажи, какую полоску переложить. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...